История дома Чаще всего определяется тремя составляющими Кто строил, кто владел И какие знаменательные события вершились в его стенах По этим критериям особняк Кшесинской Возведенный в начале 20 века на углу Большой Дворянской улицы И Кронверкского проспекта Петроградской стороны Уверенно занимает лидирующее положение Проект и постройку здания Которое сразу же стало впечатляющим образцом петербургского модерна Выполнил Александр Иванович фон Гоген Архитектор высочайшего двора Основные его работы Музей Суворова, соборная мечеть А также многочисленные здания и особняки в Санкт-Петербурге Особняк Кшесинской стал одним из наиболее совершенных творений зодчего Будто спрятанный в саду за оградой Он эффектно смотрится со стороны площади и проспекта Невозможно не обратить внимание на граненую башню с куполом И выпуклый фонарик зимнего сада Гоген щедро украсил ограду, ворота, стены И даже решетки подвальных окон особняка Лавровыми венками и ветвями Атрибутами театральной славы Кажется, будто дом насквозь пророс лаврами И этим он очень угодил будущей владелице дома Матильде Феликсовне Кшесинской Первой русской преми-балерине Мариинского театра В 1890 году на выпускном вечере в Императорском театральном училище Александр Третий скажет склонившейся перед ним в низком реверансе 17-летней девушке «Будьте украшением и славою нашего балета» Так и получилось, ведь Кшесинская просто завораживала зрителей безукоризненными пируэтами и арабесками Она первой стала исполнять 32 фуете В пикантную, обаятельную, грациозную балерину были влюблены многие Но судьба начертала ей стать возлюбленной цесаревича Николая Александровича Будущего императора Николая II И целых три года она была счастлива со своим Никой Они встречались при любой возможности Николай старался не пропускать ни одного ее спектакля Она же танцевала для него с еще большим воодушевлением Выражая в танце свою безграничную любовь А наследнику престола уже подбирали невест Кшесинская сама одобрила сделанный Нике выбор Хотя для них он нес разлуку В апреле 1894 года состоится помолвка Николая с принцессой Алисой Гесинской С 1900 года преданным другом Матильды станет великий князь Андрей Владимирович В 1902 году у них родится сын Но обвенчаются они только в 1921 году Уже в эмиграции В Мариинском театре, из которого Кшесинская выжила всех иностранных гастролерш Она танцевала с 1890 по 1917 год На сцене Матильда была неотразима Воплощение нещерпаемой энергии, блеска, шика и чарующей женственности Да, она была замечательная балерина и необыкновенная женщина 27 февраля 1917 года Кшесинская вместе с сыном навсегда оставит свой любимый дом На следующий день особняк подвергся погрому, который начался со знаменитого винного погреба В начале марта в здании разместится Петроградский комитет партии большевиков Именно сюда, после возвращения в Россию, приедет Ленин Из балкона особняка произнесет свою знаменитую речь Ныне в этом доме находится музей политической истории России И только лавры, по-прежнему украшающие особняк Напоминают о великой славе блистательной русской балерины Матильды Кшесинской Редактор субтитров А.Семкин